И по традиции начнем с самых интересных новостей науки в мире. Ученые из Массачусетского технологического института разработали компактный датчик, определяющий, насколько безопасно употреблять в пищу тот или иной кусок мяса. Устройство, в основе которого лежат модифицированные углеродные нанотрубки, может сократить количество пищевых отравлений. Технология основана на выявлении сенсором молекул биогенных аминов, кадаверина, путресцин и некоторых других, которые выделяются мясом при гниении. А в России ученые Северского технологического института национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали систему, которая позволяет избежать ошибок при производстве топливных таблеток из диоксида урана. Топливные таблетки, к слову, это начинка тепловыделяющих элементов, которые используются на атомных электростанциях. Таблетки изготавливаются из порошка диоксида урана, который сначала прессуют, затем изделия обжигают в печи и шлифуют. Система моделирования позволяет увидеть все процессы, которые происходят при прессовании. На основе этих данных можно выбирать оптимальные параметры порошка и прессовальной формы. И в заключении в Татарстане. Группой сотрудников Казанского физико-технического института имени Завойского, Казанского научного центра Российской Академии наук и Казанского федерального университета получен патент на новый способ изготовления пористого кремния, заключающийся в формировании на поверхности исходной подложки монокристаллического кремния слоя пористого кремния путем ионной имплантации. А на этом все.